Эх, человек, человек! Человек и гражданин Эти два субъекта правоотношений указаны в проекте Конституции. Человек – это с позиции русского языка слово «амоним». Оно может обозначать и человек как биологический объект, вид живого существа, и человек как объект правоотношений. И если человек сам определяет себя в том числе как человек-биологическое существо, то персона, записанная у многих в долговой бумаге под названием «паспорт», в соответствии с проектом Конституции может выступать как человек и гражданин – субъект правоотношений. Проект Конституции является основным условным мирским законом данной управляющей компании. В нем отсутствует такой термин, как «физическое лицо». Гражданин – это некая фикция в паспорте, имеющая только признак физического лица. В проекте Конституции прописан человек и гражданин через «Союз И», который является союзом перечисления согласно правилам русского языка и законодательства. «Союз И» разделяет однородные члены предложения, служа лишь целем перечисления. И все эти высказывания различных грефов очень показательны с тем уровнем зомбирования и массового выращивания людей, которым накрыто все информационное пространство. Если человек проснется и поймет, что он является человеком в первую, единственную очередь, то тогда эта система рухнет, рухнет как карточный домик. Жи, человек, ты самый сильный, самый красивый на свете. Мы можем прочитать в главе второй Конституции «Права и свободы человека и гражданина». Заметим, что «человека и гражданина» написано через «Союз перечисления». Тут черным по белому перечислены две разные категории, что существует отдельно человек, а также есть и гражданин. И это не одно и то же, что прямо написано в проекте Конституции или, как они утверждают, в высшем мирском законе. Гражданином зовется некое физическое лицо, с которым у государства имеется устойчивая правовая связь, по-простому некий договор. Это мертвое бумажное тело, не человек. Если люди в процессе пробуждения перестают себя считать гражданами, то они осознают себя человеками, и тогда эти бесы, которые управляют нашим миром, полностью потеряют контроль и власть. Поскольку мы уже выяснили, что человек имеет несколько значений, то осознание себя человеком не противоречит применению второго значения этого слова, и с точки зрения в том числе и «права», то есть юридического термина. Системе выгодно, чтобы люди не осознавали себя человеками, а считали себя лишь гражданами мертвыми душами, неживыми физическими лицами. И это потому, что все эти лукавые так называемые законы, а вернее правила, написанные таким хитрым образом, чтобы из человека сделать физическое лицо гражданина, и тем самым подменить понятие и лишить человека его человеческой, живой сущности. И самое главное для системы, чтобы человек сделал это добровольно, тут это главное слово «добровольно» признал себя гражданином и физическим лицом. И если это происходит, то такого гражданина, который добровольно отказался быть человеком, система начинает считать, что имеет полное право устанавливать какие угодно ограничения и правила по отношению к такому неживому физическому лицу. Потому что гражданин и физическое лицо – это не человек. Но система не может установить эти ограничения самому человеку из-за того, что они не могут нарушить божественный закон свободы воли. Ни один мирской суд на нашей земле не в состоянии судить человека. Когда судья начинает какой-либо судебный процесс, то первое, что делает судья – это зачитывает паспортные данные гражданина, то есть физического лица, персоны. И судья всегда в начале судебного заседания спрашивает, если человек в тот момент, согласно свободе своей воли, добровольно признает себя этим физическим лицом, то с этого момента этот суд имеет полное право делает с этим гражданином, то есть не человеком, все что угодно, по каким угодно написанным ими же правилам. И тем самым признавшийся сам же на себя накладывает обязательство исполнять их правила, но потому что сам добровольно согласился с их правилами, которые написаны для физических и юридических лиц. Таким лукавым образом эти черти обходят закон свободы воли человека. Но у нас есть выбор быть человеком или же гражданином, этим самым неживым физическим лицом. И это право юридически, законодательно прописано в высшем мирском законе, проекте Конституции. Выбор за каждым. И я сделал свой выбор и не являюсь гражданином, а также не являюсь физическим или юридическим лицом. Я могу являться только лишь человеком по факту своего земного воплощения, живым мужчиной. Но кто-то, естественно, будет смеяться над всем этим, мол, это все бред. Какой там закон свободы воли? Но этот закон, он божественный, и отменить его без его плоти не могут ни при каких обстоятельствах. КОНЕЦ КОНЕЦ